Фильмы, разрешенные для показа детям, достигшим 12 лет. Профессия, о которой мечтают. Впечатления о первом полёте просто неописуемы. Ни с чем не сравниться, наверное. Почему в Казахстане не хватает опытных пилотов? Проблема подготовки кадров и есть, она достаточно на сегодняшний день острая. В Казахстане более 30% иностранных личиков. Это очень дорого выходит, потому что им платят не так, как нашим. Для чего наших бортпроводников заставили летать до 63 лет? Она должна на своей спине вытащить того же парламентария, который сегодня проголосовал за то, чтобы она летала до 63 лет. Господа, задумайтесь о своей жизни. Расследование Сергея Корнякова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Самолет приземлился несколько минут назад. С трапа уже сошли последние пассажиры и экипаж воздушного судна. Все, кроме командира корабля Евгения Еловенко. Он что-то проверяет, отключает и торопится. Спешит, потому что знает, у трапа его ждут. Встреча с рейсом – это всегда эмоции. Хотя такие полеты уже рутина, их были сотни, но Наталья всегда волнуется. Семейная пара пилотов для Казахстана уникальна. Их история очень необычна и романтична. Оба из династий летчиков о небе мечтали с детства. Мы учились в Уральском летно-техническом училище. В 2007 году мы поступили туда, в 2008 году мы закончили. Два сезона мы работали на авиахимработах в авиакомпании «Жайнар». И мы всегда мечтали, конечно, летать высоко. В одной кабине Наталья и Евгений никогда не летали. У пилотов не принято, когда за соседним штурвалом близкий человек. В авиакомпании супругов понимают, если командировка, стараются отправлять в один город. На выходные домой тоже летают вместе. И после приземления все рабочие темы оставляют в небе. Дома об авиации стараются не говорить. Я всячески стараюсь его окружить своим вниманием, заботой, как настоящая супруга. Это совершенно независимо от того, что такая у меня довольно-таки, как мне всегда говорят, мужественная профессия. То есть я прежде всего женщина. Авиационных историй, от которых мурашки по коже, очень много у Шмидта Сабирова. Этот человек – легенда казахстанской гражданской авиации. О том, что Шмидт Омарович станет летчиком, он знал в конце послевоенных сороковых. Еще учащий в школе, ходил в авиамодельный кружок. После этого провалил экзамены в летное училище. Затем была стройка шестой пятилетки в Тимиртау и новая. Успешная попытка покорить небо. У меня в подчинении было 9 эскадрильей. В каждой эскадрилье где-то по 20-25 экипажей. И были самолеты Ту-134, Ту-154, Ил-62, Ил-86. Ну и, в общем-то, все это было под моим руководством. И в период, когда мы получили самостоятельность, наша республика, раньше мы летали только по Союзу, потому что международные все полеты выполняла Шереметьево в Москве. А когда мы получили самостоятельность, пришлось нам самим выполнять все рейсы. Летчик Умаров открывал самые трудные казахстанские рейсы в Японию, Южную Корею, Индию, Пакистан, ну и в Соединенные Штаты. Последний перелет, кстати, оказался самым насыщенным приключениями. Летели не через Европу, а через Якутию и Аляску. На борту 333 пассажира. Министры, бизнесмены, артисты. Через сутки всех ждали в Сан-Диего. Там проходила казахстанская выставка. Вылетаем. Что случилось? Один двигатель не выходит на взлетный режим. Ну что ты будешь делать? И, в общем, нашли мы до этого, до Анкориджа. И мы нашли этот дефект. И вылетели, значит, дальше в Сан-Диего. Самое интересное, что когда мы прилетели в Сан-Диего, нас там встретили эти наши гиды, эти экскурсоводы. Они говорят, что там у вас случилось? Что случилось? Мы говорим, а что такое? Вот, значит, это... И у них вот этот, как его, Кинг есть, диктор телевидения американский, с подтяжками. Да. И вот он говорит, на самолёте Russian Jumbo, ну, русская Jumbo, значит, ИВ-86, там что-то случилось. Вражение кадра решает всё, это точно про авиаторов. Наверное, мало кто знает, но в Казахстане есть своя Академия гражданской авиации. Там готовят механиков, диспетчеров, ну и, конечно же, пилотов. Между прочим, это единственное в Центральной Азии подобное учебное заведение. Академия нуждается в существенной модернизации. В высшем учебном заведении пока нет ни одного учебного самолёта, тренажёра или более-менее современных технологий для подготовки кадров. Но эту проблему по-своему решили в национальном перевозчике самостоятельно. Вот как комментирует ситуацию ещё один легендарный, действующий лётчик Ербол Оспанов. Мы присоединились к международной программе подготовки пилотов ФБ Нишо. Это тренировочная программа. Сейчас мы готовим пилотов в Европе, в Испании и Ирландии. На данный момент у нас около 80 пилотов уже закончили обучение и работают в авиакомпании, и порядка 90 ещё учатся. Программа, с одной стороны, дорогостоящая, но, тем не менее, она эффективная, так как наша потребность около 50 пилотов в год для того, чтобы удержать уровень тех иностранных пилотов, которые есть в авиакомпании. Академия сейчас не в состоянии в таком количестве её готовить. У нас первые коммерческие пилоты с европейским сертификатом будут к концу 2015 года. Те ребята, студенты, которые сейчас лётную практику проходят в Хельсинки, у них вся программа полностью соответствует международным нормам. И получат по завершению европейский сертификат коммерческого пилота плюс наш диплом. Говорят, первых готовых пилотов в Академии подготовят в 2018 году. Очень хочется в это верить. Справедливости ради стоит отметить, работа в Академии действительно ведётся. В этом году в распоряжение учебного заведения должны поступить 8 учебных самолётов и 3 тренажёрных комплекса. В прошлом году, в апреле, когда подписывали меморандум с финской лётной школой, там было предусмотрено две задачи. Значит, первое – это совместная подготовка пилотов в течение 3-4 лет. И второе направление было создание казахстанской лётной школы. Плюс начато в этом году подготовки инструкторной состава в количестве 17 человек. А пока студенты ждут самолёты и тренажёры и слушают рассказы старшекурсников о небе. Самым успешным и удачливым студентам повезло. В прошлом году 8 выпускников направили на обучение Великобританию по остро-дефицитным специальностям авиационной отрасли. Кроме того, 12 курсантов Академии прошли лётную практику в Финляндии, ещё несколько – в Прибалтике. Достаточно самолётный парк, количественно. Самолёты «Цесна», «Тикнам», «Бичкрафт» – в достаточном количестве. Инструкторский состав у них подготовлен, проходил подготовку в зарубежных центрах и имеет все необходимые международные сертификаты. Летали в разных метеоусловиях. Был и дождь, и туман, и жарка, и турбулентность. Испытали многое на себе. Также мы выполняли так называемые «кросс-кантр» маршруты или международные полёты с пересечением государственной границы. Из Латвии мы летали в Литву, в Эстонию. Вот это все воздушные суда «Антонова», «Мрия», «Руслан», «Ан-70». И самые-самые такие популярные «Антоновские» модели, которые – это «Ан-148». Это «Ан-158» и «Ан-148». Это наша неудача. То есть мы заплатили на Украину большие деньги в плане перехода нашей авиакомпании на эксплуатацию вот этих вот самолётов. Но по сей день ни самолётов, ни денег. В кабинете руководителя одной из крупнейших казахстанских авиакомпаний целая выставка достижений советского и мирового авиапрома. Наверное, около полусотни экземпляров, и это только десятая часть из всей коллекции. В беседе с Владимиром Денисовым, конечно же, говорим о проблеме подготовки кадров. Дефицит кадров ощущают сегодня все. Ощущает и Европа, ощущает и Россия. И далеко не будем ходить. Ощущает и многие авиакомпании Юго-Восточной Айзи. И каждая авиакомпания решает этот дефицит, естественно, по-своему. Кто-то путём переманивая специалистов из одной авиакомпании в другую. Кто-то решает за счёт обанкротившихся авиакомпаний в мире. Начинает предлагать, устраивать, переучивать, переподготавливать. Отдельные авиакомпании нашли выход из ситуации и стали готовить пилотов для себя сами. Этот учебный центр действует с 2007 года. Упускников из академии здесь заново обучают до полутора лет. Подготовку приходится проводить на советской технике. Уже после пилота переобучают на западной. Как правило, это происходит в Европе. В связи с тем, что отсутствует система подготовки специалистов, мы, так же, как и другие авиакомпании Казахстана, вынуждены применять методы подготовки и систему подготовки европейских государств. В целом, сегодня ведётся очень большая программа для оздоровления в Матинской академии гражданской авиации. И я уверен, что на будущий год будут очень хорошие, позитивные сдвиги в этом плане. Мы готовы предложить любые максимальные услуги со стороны перевозчика, со стороны авиакомпании. И как перевозчик, и как учебный центр. Здесь же на базе авиакомпании проводят обучение бортпроводников с нуля. В том числе и для других перевозчиков. Говорят, ореол романтичности этой профессии исчезает уже в первые дни обучения. И как бы тяжело ему не было, это ночные перелёты. И это разное настроение пассажиров. Это есть пассажиры с детьми, которые... Это особая категория, когда нужно помочь той же маме, успокоить тех же плачущих детей. И это обслужить во время ланча и подачи прохладительных напитков. Это умение предложить прессу. И выглядеть самому прекрасно в любое время суток, при любой дальности полётов и его продолжительности. Бортпроводников готовят прежде всего к нештатным ситуациям. Пожарам, крушениям, притемлением на воду. Ведь в случае серьёзного происшествия именно они могут спасти жизни. Портпроводников к этому серьёзно готовят. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Оказывается, другой самолёт. Приходится в экстренном порядке с одним неработающим двигателем уходить на второй круг. В кабине пилотов максимальная концентрация и, конечно же, никакой паники. Такой сценарий при реальном полёте, конечно же, практически невозможен. Это собственный тренажёрный комплекс в другой казахстанской авиакомпании. Были отказы ядровлеческой системы, отказы системы управления, закрылков, отказ автопилота. Тут есть обязательный перечень отказов, которые нужно проходить минимум раз в полгода. Тренажёр – это инструмент поддержания и повышения квалификации пилотов. В этой компании тоже готовят все кадры самостоятельно и тоже с нуля. Мы основной упор делаем на студентов третьего курса и высшие, или имеющих высшее образование. Основная часть, те, которые уже отучились по программе, это выпускники Академии гражданской авиации в Алматы. Подготовка там абсолютно никчёмная, но сейчас там руководство поменялось, и они серьёзно этим вопросом занялись. Касательно нашей подготовки – отбор длительный. Многоступенчатый. Программа первоначальной подготовки Абэнишо ориентирована на молодых людей. Ну, как правило, это выпускники к нам приходят. Это программа первоначальной подготовки пилотов, в которую прошли 192 человека на сегодняшний день. Из них 128 закончили программу, 40 продолжают обучаться в трёх ведущих лётных школах в США, в Ирландии и в Испании. В Казахстане летают пилоты из Англии, Франции, Италии, Испании, Латинской Америки, Соединённых Штатов и Канады. Очень много лётчиков из Восточной Европы говорят, они легче у нас адаптируются. Казахстанские пилоты, имеющие международный сертификат, тоже работают в других странах. В этом году большой приток кадров идёт откуда не ждали – из Украины. Из-за серьёзных проблем в стране многие пилоты были вынуждены уехать и искать работу в других странах, в том числе в Казахстане. Казахстан – единственная страна на постсоветском пространстве, а может и во всём мире, в которой нет такого понятия, как «выслуга лет» в авиации. То есть, если раньше пилоты или бортпроводники могли выйти на пенсию до 45 лет, то сейчас только в 63. Это общее правило для всех. Какой лётчик в 63 года может выдержать это дело? Ну, редкие могут выдержать, а большинство – нет. Бортпроводники – то же самое. Пенсионное обеспечение, Серёжа, это очень больной вопрос, очень больной вопрос в целом для отрасли. Это основная причина, опять же, почему пилоты переходят в Российскую Федерацию. То есть, в Казахстане тот уровень пенсионного возраста завышен. И завышен гораздо. Авиаторы считают, что вопрос очень серьёзный и требует немедленного решения. Может показаться смешным, но бортпроводники тоже могут выйти на пенсию только в 63 года. А теперь на секунду представьте, как 60-летние бабушки и дедушки обслушивают салон вашего самолёта. Интересно. Почему такое решение? Да потому, что у всех в мозгах, в сознании такое впечатление складывается, что бортпроводница нужна только для того, чтобы поднести и унести чашку с чаем. При этом заболевать, что не это главная её задача. Главная её задача в сложных условиях, при авиационном происшествии, когда не все погибли, да? А это, как правило, будет ночью и туман, и пожар, и дым. Вот в этих условиях она должна на своей спине вытащить, она подготовлена к этому, вытащить того же парламентария, который сегодня проголосовал за то, чтобы она летала до 63 лет. По всей нашей зоне вот действует сегмент по грозам. Фактически они наблюдаются от нас северо-западнее, западнее. Верхняя граница до 10-11 тысяч метров. А пыльная буря сейчас влияние только прогнозирует? Прогнозирует, потому что мы под влиянием холодной контейнерной системы находимся, и это всё дело смещается на северо-восток. Предполётная подготовка – то, что всегда остаётся за кадром. Задолго до вылета пилоты проходят обязательный медицинский осмотр. Участвуют в брифинге, узнают, есть ли какие запреты, ограничения, делают расчёты, анализ и выдвигаются к самолёту. На борту члены экипажа должны быть за 45 минут до вылета. Осматривают самолёт, заправлен ли, нет ли каких неисправностей, проверяют портовой журнал. Самолёт готов к вылету. Пока пассажиры рассаживаются, в самолёте размещают багаж и почту. Рейс – Алматы, Урджар – Алматы. Это социальный рейс. Ну, это сделан специально для граждан нашей республики, да, чтобы они имели возможность отдохнуть. Раньше Урджар был. Вообще закрытый, наверное, база, чтобы космонавты там отдыхали. Ещё одна примечательная деталь из жизни лётчиков. Командир экипажа никогда не ест то, что ест второй пилот. Нет, не потому, что он командир и у него особое меню. Просто в случае пищевого отравления один из лётчиков должен оставаться работоспособным. Как сегодня, что полёт? Вы сами, наверное, почувствовали? Да? Немножко болтало. В штатном режиме всё, да, единственное по маршруту. Погода, видишь, облачность. Мощно-кучевая. Мощно-кучевая, грозовая деятельность. Потом всегда болтает. Турбулентность там в воздухе. Небольшой населённый пункт Урджар в Восточно-Казахстанской области. До китайской границы здесь около 200 километров. Самолёт – это, пожалуй, самый доступный здесь вид транспорта. Сюда летает только одна авиакомпания. Самолёты приземляются пять раз в неделю. Из Алматы, Усть-Каменогорска и Семея. Темпы развития отрасли гражданской авиации можно назвать в Казахстане стабильными. Ежегодно объём пассажироперевозок растёт в среднем на 10%. В прошлом году, например, пять авиакомпаний, которые занимаются регулярными перевозками, доставили до пункта назначения 5 миллионов пассажиров. Но до советских объёмов ещё далеко. В середине 80-х год перевозили 9 миллионов человек на своём авиапарке. Разница, конечно, существенная. Мы летали по всем колхозам, по всем совхозам, по всем райцентрам. Вот только в Алматинской области было 28 аэропортов местных воздушных линий. Это Баканас, Куйган, Корой, Топоры, Алматинские топоры, Каскеленские, там, Саркан, Тантоновка, Лепсы и прочее. И Даренколы, и Чунжа, и Кунжа и так далее. Сейчас они все закрыты. И очень обидно, что многие аэропорты были достаточно хорошо оснащённы. В 2015-м в Казахстане появится ещё одна компания, которая будет заниматься перелётами только внутри страны. На самом деле этот рынок очень большой. Просьб и предложений от региональных властей об открытии новых межобластных маршрутов очень много. Есть надежда, что с созданием авиакомпании «Эйр Казахстан» этот рынок будет развиваться. В рамках государственной программы транспортной инфраструктуры мы предусматриваем развитие межобластных связей. То есть это строительство аэродромов местных воздушных линий. В нашем плане до 2020 года мы планируем 16 аэродромов местных воздушных линий поднять. Из них 5 с искусственной взлетно-посадочной полосой, 11 с грунтовым взлетом. И это даст возможность уже внутри области, отдалённые регионы, связать с областью. Дальше уже область с крупными городами и выход на международные полёты. В настоящее время государством субсидируется 7 внутриобластных маршрутов. В следующем году их количество планируют увеличить. Эта программа проводится около 10 лет. И ежегодно один маршрут из субсидированного становится полностью коммерческим. Я проработал очень много в гражданской авиации, поэтому помню и практически мною облётаны все регионы Казахстана. И помню те сообщения, которые существовали. Очень забытый регион, если на сегодняшний день тот же Аркалык. Забытый регион Жусалы. Забытый регион Мангисталовской области. Это Бинэо. Жанаузень. Ну, в целом, если перечислять, то мы их наберём по меньшей мере больше 40. У нас есть, в нашей авиакомпании есть серьёзные намерения. И, в принципе, занимаемся подготовкой большой программы по именно восстановлению воздушных сообщений на местных воздушных линиях. Казахстан всегда славился авиаторами. В годы Великой Отечественной воевали и побеждали такие легендарные лётчики, как Нуркен Абдиров, Сергей Луганский, Толгат Бегельдинов, Леонид Бедар. В советское время наши казахстанские авиаторы были на особым счету. Выходцы из Казахстана занимали первые посты в Шереметьево и в Нуково, или даже должность главного лётчика Российской Федерации. И такие традиции авиаторов обязательно будут продолжены. Редактор субтитров А.Семкин